Боль, скорбь, вечная память Боль, скорбь, вечная память Боль, скорбь, вечная память С утра 27 марта для дынницев была развернута широкая экспозиция с девяти тематических вагонов, в которой представлены исторические документы, экспонаты и вещи, посвященные Вооружённым силам России, специальной военной операции и Великой Отечественной войне. Передвижная экспозиция рассказывает о мужестве и героизме российских военных. Торжественную церемонию встречи поезда открыл мэр города Тынды Сергей Гуляев. Мы рады приветствовать на нашей бановской земле агитационную акцию, которая проводится Министерством обороны Российской Федерации. Мы живём непростое время, когда наша страна отстаивает свой суверенитет и борется с неонацизмом. В феврале 2022 года президентом Российской Федерации было принято решение о начале специальной военной операции на Украине. Сегодня мы имеем уникальную возможность ознакомиться с историей нашей доблестной армии и увидеть образцы военной техники, которая доставлена с поля сражения. Наши бойцы, которые сейчас сражаются в зоне специальной военной операции, продолжают героический подвиг наших дедов и прадедов, которые одержали победу в Великой Отечественной войне. Правда за нами, а значит за нами Великая Победа. На торжественном митинге выступили почётные гости. Военный комиссар города Камиль Гаджибабаев, заместитель главы Тындинского муниципального округа Валерий Плотников, председатель Тындинского совета ветеранов Евгений Шульга и ерейка Федрального собора Святой Троицы Живоначальной города Олег Лемешев, почётный житель города, заслуженный работник культуры Амурской области Галина Масленникова и участник специальной военной операции. Агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации «Сила в правде» прибыл в ваше распоряжение и приступает к работе. В течение пяти часов в девяти тематических вагонах лекторы покажут и расскажут вам о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, о мужестве и героизме российских солдат и офицеров. Вы увидите экспонаты современного вооружения России, современную технику. Начальник агитационного поезда вручил ведомственные награды Министерства обороны Российской Федерации за помощь и милосердие Татьяне и Анастасии Булавиным. В торжественной обстановке учащиеся лицея номер 8 вступили в ряды юноармии, дали клятву на верность Отечеству и всему юноармейскому братству. 12 юноармейцев получили свои первые удостоверения. Начальник агитпоезда генерал-майор вручил командиру юноармейского движения свидетельства о присвоении юноармейскому отряду имени гвардии старшего лейтенанта Устьянцева Алексея Максимовича. Юноармейцы стали первыми посетителями музейных вагонов эшелона. Макеты военной техники, вооружения, экипировка бойцов дают представление о том, как развивались вооруженные силы страны, каких успехов достигли. Каждый вагон агитпоезда посвящен определенной тематике – сухопутные войска, воздушно-космические силы, военно-морской флот, интерактивные выставки, архивные документы времен Великой Отечественной войны, а также образцы современной техники для ведения боя в любых условиях. Один из главных экспонатов – БМП «Бредли». Эту машину американской пехоты российские военнослужащие отбили на авдейском направлении в ноябре прошлого года. Редкий случай, когда на выставке можно прикоснуться к экспонатам и даже потренироваться в сборке оружия. Также у посетителей поезда была уникальная возможность приобрести продукцию бренда «Армия России». На территории железнодорожного вокзала для жителей города работала полевая кухня, организованная администрацией города и управлением образования. Внутри вокзала активисты движения «Первых» приглашали граждан написать письма солдатам с тёплыми пожеланиями. На территории вокзала функционировал передвижной комплекс мобильного пункта отбора на военную службу по контракту. В передвижном павильоне кандидатам из числа гражданской молодёжи и военнослужащих «Запаса» рассказали об условиях поступления на контрактную службу. На платформе-сцене выступил концертный ансамбль, песни и пляски Центрального военного округа. На перроне выступали творческие коллективы городского дворца культуры «Русь». Более трёх тысяч тынденцев посетили агитационный поезд «Сила в правде». Патриотический эшелон Минобороны России пройдёт более 34 тысяч километров и совершит остановки в 75 городах России. С рабочим визитом столицу БАМа посетил глава муниципального образования города Нерингри Илья Гудошник. Сергей Гуляев отметил, что сотрудничество даст двум городам возможность обмениваться лучшими практиками и наработками в части улучшения качества жизни горожан во всех сферах. Между городами давно установлены постоянные дружественные связи и в рамках партнёрства планируется взаимодействие в части обмена выставками, художественными и спортивными коллективами и не только. Илья Гудошник вручил Сергею Гуляеву картину с изображением герба Нерингри и памятный знак. 12 июня станет датой заключения соглашения между двумя городами. В городской администрации прошла встреча с руководителями предприятий общественного питания. Темой встречи стала организация и проведение гастрономического фестиваля в дни празднования юбилея Байкала-Мурской магистрали 7 и 8 июля на территории Бамовского Арбата. На территории будут размещены павильоны, брендированная символикой юбилея, где тындинские предприятия общепита смогут представить своё меню, а жители и гости Бамовской столицы смогут приобрести блюда по приемлемым ценам. Главная задача гастрономической зоны – показать всё разнообразие местной кухни, которая представлена в городе, и сделать так, чтобы жители и гости города во время празднования смогли продегустировать блюда между мероприятиями. Глава города Сергей Гуляев отметил, что необходимая помощь со стороны администрации будет оказана предприятиям в части подключения павильонов к точкам электропитания и обеспечения водой. Руководители предприятий, в свою очередь, высказали пожелания привлечения в эти дни волонтёров и студентов для оказания помощи в работе торговых павильонов. В городской библиотеке состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали представители культуры. Наградами удостоены более 30 работников, которые трудятся в музыкальной и художественной школе, в театре и музее, в библиотеке, в городском дворце культуры «Русь» и в Тындинском дворце культуры «Железнодорожников», а также в централизованной бухгалтерии учреждений культуры и искусства города. Тында у нас всегда сварилась с высоким уровнем культуры в рамках реализации наших мероприятий, направления культуры, талантов, которые у нас вышли из города Тында и теперь показывают высокие результаты на различных уровнях, как региональных, так и федеральных. Очень здорово, что эти все традиции хранятся, что у нас в городе занимается не один профессиональный коллектив, показывают высокие результаты, прославляют наш город, безусловно, конечно, благодаря тем людям, которые сегодня являются педагогами, наставниками и, как предыдущим поздравлением было сказано, что вкладывают в это практически всю свою жизнь. Городоначальник поблагодарил работников за вклад в развитие культуры и воспитание талантливой творческой молодежи, а лучшим представителям отрасли вручил почетные грамоты и благодарственные письма администрации города и Тындинской городской думы. Почетные грамоты и благодарности управления культуры. Благодарственным письмом Министерства культуры и национальной политики Амурской области удостоена работник музея БАМ Тамара Папулова. Желание помочь бойцам на передовой сплотило граждан нашей страны самых различных возрастов. Серебряные волонтёры Тынды под руководством Лидии Мариновой не остаются в стороне и вносят частичку в общее дело победы. Женщины закупают ткань, плетут маскировочные сети. Свою деятельность волонтёры начали в прошлом году на территории молодёжного центра «Гармония». Сейчас пункт располагается в здании КБО, куда приходят неравнодушные горожане, готовые оказать помощь. Студенты БАМЫШТА, учащиеся школ, воспитанники Центра детского творчества также принимают активное участие в плетении сетей. Воспитанники детских садов города в свою очередь передают письма с тёплыми пожеланиями воинам. Поблагодарил волонтёров за неоценимый вклад активной участия и содействие в специальной военной операции руководитель Тынгинского отделения общества «Боевое братство» Андрей Чумак, вручив благодарственные письма от Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Благодарственными письмами отмечены Лидия Маринова, Лидия Хомякова, Надежда Зуева, Елена Макаренко, Гульнур Сухорукова, Елена Хатунцева. Со словами благодарности к женщинам обратился легенда БАМА, герой социалистического труда, заслуженный строитель Российской Федерации, почётный житель города Тынды Иван Варшавский. Иван Николаевич отметил важность участия женщин, без их усилий в тылу борьба на фронте была бы невозможна. «Вы тоже сейчас передовой тыл, передовой тыл. Спасибо вам совсем». Большую финансовую помощь волонтёрам оказывает местный предприниматель Владимир Пьянов. С его помощью женщинам закупили основы для плетения сетей и ткань. Редактор субтитров А.Семкин